Ира, ты кого привезла сюда? Это была фантастика, конечно, там любовь, цветы, ах ты засранка, ты где, две недели шлялась, я очень скучаю по зрителям, я классная Блин, я стесняюсь очень, блин, может все отменим, а пока не поздно? Нет Уже поздно? Уже поздно Уже было Даша, привет Привет, дорогая Уже 8 лет прошло с твоего триумфального завоевания серебра Олимпийских игр в Лондоне Подскажи, пожалуйста, помнишь ли ты этот предолимпийский год или уже все стирается в памяти? Нет, конечно, помню, потому что он был самый сложный для меня и морально, и физически, и психологически И были моменты, когда я хотела и закончить уже с гимнастикой, но и мама, и тренер не давали мне такой... Вот ты знаешь, вот этот на самом деле, вот прям конкретно гран-при, это соревнование, если брать, то нет, я честно не помню Но я помню перед самой Олимпиадой, когда у нас были сборы в Хорватии, вот этот момент я помню, потому что перед самой Хорватии у меня болела нога И было сказано, что я не попала в состав, Олимпийский состав Потому что перед Олимпиадой, за 4 месяца до Олимпиады Ирина Санна сказала, что я не еду в итоге И поедет Саша Меркулова Я уехала в Иркутск, расслабила булки свои и сказала, что больше я заниматься гимнастикой не буду, что все, я заканчиваю Ольга Владимировна сказала, что Олимпиада еще не началась, поэтому не надо паниковать, давай быстро тренироваться, набирать форму Будешь запасная, вдруг мало ли что произойдет, встанешь в состав Естественно, у меня была истерика и паника, почему я должна быть запасная, еще и тренироваться, еще и... В общем, это был очень сложный момент в моей жизни, потому что кое-как меня мама пинком отправила в Москву Все уже были в Хорватии на сборах, я еще не приехала туда Мало того, я приехала в Москву одна, потому что мой тренер психанула и сказала, что я с этой девочкой больше тренироваться не буду Я приехала одна, сидела в номере, не знаю, чего ждала В итоге Ольга Владимировна приехала следующим рейсом, естественно Я сидела на полу, ничего не делала, я сказала, что я тренироваться не буду, потому что нет смысла, я не видела в этом дальше продолжения Ну и все, в итоге вот так вот мы разругались очень сильно, даже подрались с моим тренером Да, это очень известная такая история, о которой она напишет в своей книге И мы поехали в Хорватию на сборы, где я и начала тренироваться и пахать Последний год перед Олимпийскими играми был достаточно сложный, потому что изначально все думали, что пойдет Женя Канаева и Даша Кондакова Все верно, да, потому что Даша честно выиграла путевку туда Ирина Александровна нам дала возможность побороться за эту путевку Женя, получается, практически, ну, безусловно, была первый номер сборной России У нас были определенное количество стартов, кубков мира, да, допустим, там 10 было кубков мира И кто больше выиграет, тому путевка и доставалась И Дашка выиграла больше соревнований, поэтому она заслужила эту путевку, честно Поэтому она должна была поехать, но из-за травмы Когда появилась мысль, надежда, что ты сможешь все-таки поучаствовать в Олимпийских играх, когда Даша получила травму или были уже ранее звоночки? Ну, если честно, я надеялась, да, на то, что если, да, не если Хитрая Дарья Я надеялась на то, что, ну, как бы, Даша раз получила травму, то, конечно, эта путевка автоматически должна была достаться мне Но... Я, честно, не помню, когда конкретно был последний старт, когда вот нам объявили уже, что Даша едет и Женя Не вспомню даже, какой-то месяц был Но буквально через короткий период Даша получает травму Это была весна 12-го, скажем так Да, наверное, скорее всего Да, да Дашка получает травму, ну и, соответственно, я планировала поехать Вторым номером первым, хотела сказать Но здесь молодая, амбициозная, любимица Саша Миркова Да, да, я не знаю по каким причинам, но как Ирина Санна объяснила Потому что я была нестабильной гимнасткой, я завалила последний чемпионат мира, который был во Франции Полный провал, я даже не хочу это вспоминать, это был просто ужас и стыд Ну и в связи с этим, что я нестабильно выступаю На чемпионате Европы у меня была потеря Она сказала, что поедет Саша Миркова, молодая гимнастка И тут у меня вообще руки опустились Думаю, ничего себе Это последний чемпионат Европы перед Олимпийскими играми, который был в июне, в конце мая, в июне Да, да, да Ты его завалила Да И у Саши еще больше Да, еще больше шансов Чемпионат мира даже Чемпионат мира большую роль сыграл, чемпионат мира был последний во Франции Там я очень плохо выступила, была потеря за площадку Ну и, соответственно, как бы я бы, наверное, на месте главного тренера бы тоже приняла, скорее всего, такое решение Потому что Саша выступила довольно-таки достойно и стабильно Поэтому, ну, это, как бы, мне кажется, логично Да, брать стабильно Но вас берут всех трои, ну, вы втроем едете на сборы в Шеффилд Да, все поехали Да, в итоге вот у меня мама, всеми путями мама, мой тренер, она мне тоже как вторая мама Все они меня практически запихивали в этот самолет, да, чтоб я летела, не опускала руки ни в коем случае Но, кстати, я хочу сказать, с того дня, как мы подрались с тренером, да, я ни одной тренировки плохо не тренировалась Хотя я такая девочка тоже непростая и думаю, все об этом знают Но лучше не знать, не говорить, не вдаваться в подробности, вот, поэтому, поэтому вот так вот У наших партнеров соло есть инновационная разработка и нам очень хочется с вами ею поделиться, но нельзя Так что, пожалуйста, будьте внимательными и следите за новостями в инстаграме solodance.ru Вы поехали в близ Лондона, в Шеффилд, и в заявке была Женя Канаева и Саша Меркулова Ты ехала настоящей запасной Все верно, да То есть вариантов почти не было Практически нет У Саши была травма, была действительно травма ноги, да, и только в связи с этим аргументом смогли поменять заявку буквально за... Сколько? За три, за четыре дня до Олимпийских игр, да То есть я прям приехала, поехала в Олимпийскую деревню С Сашиной аккредитации, меняли все, паспорта все меняли То есть это был такой довольно-таки долгий, занимательный процесс Как это все происходит? Мы спросили у Саши Меркулова, она говорит Честно, я могу сказать все только со своей стороны Я не знаю, что другим казалось, я вот чувствовала так, как происходило Как там вот в Олимпийской деревне, там на Олимпийских играх в Лондоне, то есть это контрольные тренировки, правильно понимаю, ежедневные? Прям на самой Олимпиаде ты имеешь в виду Ну вот на сборе, вот в Шеффилд В Шеффилд там как бы спортивный зал, сколько там, я не помню, уже три или четыре ковра, да, то есть мы все тренируемся, но как обычно и происходит в сборе, то есть нет такого ощущения, что Олимпиада, такого нету Единственное, что, конечно, тренировки гораздо более интенсивные Интенсивные, на износ прям Да Какой неплохой ли там Там еще групповое, а групповым было еще, мне кажется, сложнее всех, нет? Мы все в одной упряжке Или там был богатырь главный, кто возглавлял О господи Как это происходит? Вы чувствовали, что ты работала, точнее, ты работала на износ, на сборах в Шеффилде Потому что была надежда, что можешь быть в заявке, или просто работала без этой мысли? Ты знаешь, я работала, чтобы со спокойной душой, если что, поехать в Москву, чтобы понимать и осознавать, что я сделала максимально все Я приложила все усилия, все возможное, чтобы туда попасть То есть с чистой совестью ехать в Москву В принципе, я как бы так и собиралась Уже был последний день Последний день тренировки контрольной Все судьи, как обычно, конечно, все проголосовали за Сашу Меркулову, а не за меня И там только один тренер, это Вера Фремлевна, спасибо вам большое Мне очень приятно Только единственный тренер, который проголосовал за То есть это есть голосование? Да, было голосование У нас были практически каждый день контрольные тренировки Допустим, с утра обычная тренировка, вечером контрольная тренировка И были судьи, все тренеры собирались, садились и судили нас Судьи с русской стороны все? Нет, все только... Получается, была Динара, все судили Азербайджан, Казахстан Они для меня все равно все наши родные Наша новогорская тусовка Да, они все сидели, тусили И потом в конце было всегда голосование за кого Конечно, я всегда проигрывала Почему? Потому что вот так вот Я не знаю почему Может, вы мне скажете, почему Но там даже и Женька Канаевана подходила, заступалась Открытое было судейство Там Ирина Санна ругалась, что вы ей засчитали, что она не сделала Там столько было споров, что она сделала, она не сделала И уже Женя подключалась и говорила Ирина Санна, да Даша сделала То есть это уже, ну как бы это все переходило Ну как бы, ну уже, ну смешно было И все, и вот последний день не все голосуют против меня, кроме Веры Фремовны И я со спокойной душой иду в номер Я думаю, все, я сейчас буду есть, пить, короче гулять Короче гулять Лучшие тусовки в Лондоне Да, да, да Я думаю, ну все, наконец-таки Я была уверена, что я закончу со спортом Что все мы Я прям вообще уже мысленно там И звонок, звонок в телефон Звонит в телефон, в номер Я отвечаю И мне Левковская говорит, Даша зайди, пожалуйста Я такая говорю, захожу Я такая говорит, ну что, ты едешь на Олимпиаду И я такая Я как бы вообще этого, если честно, не ожидала Я даже не знала сначала радоваться Или грустить Что я уже была одной ногой Ты уже в Москве, понимаешь Я уже хотела отдыхать Ты уже на концертах в Лондоне была Да А тут мне говорят, ты едешь И я такая, да ну блин, серьезно Я, короче, сначала расстроилась, иду в номер Пришла Сашка Меркулова Сашка, ну расплакалась Мы такие поплакали с ней Она говорит, да, что ты заслужила эту Ну потому что все равно тяжелая такая была Ну как бы борьба И она сама немножко, ну как бы все равно понимала, да Что как бы должна была поехать я Да, тут такая ситуация Ну в общем мы вместе поплакали, пообнимались И поехала Даша на Олимпиаду Это самое веселое началось Интересно Да, у нас, значит, два дня опробования Первый день опробования Я, значит, прихожу Более-менее нормально, ровно прошел Второй день опробования И у меня получается опробование с мячом Я на следующий день выхожу из России Первая, получается, сначала я Первая в потоке, короче, выхожу с мячом Не с обраща даже начинаю И у меня этот мяч, короче А все судьи собираются Все судьи фиш, все приходят, смотрят Это контрольная уже? Да, контрольная тренировка Не контрольная, а опробование Опробование А, опробование уже до Олимпиады Все, завтра Олимпийский день первый И Даша такая выходит с мячом Да, и Даша выходит с мячом И как он у меня за площадку давай падать И я падаю на один бок, на второй Я кручу, я клянусь, я кручу поворот И я падаю на колени Я не знаю, что со мной происходило Меня как будто бы Кто-то вот так взял И вот так вот по площадке Я смотрю одним глазом на Ирин Сану Все собрались, все судьи Подход к Ирин Сану говорят Ира, ты кого привезла сюда? У меня вот так трясет Мой тренер вообще ушла из зала Она даже не могла Что-то понимала Я сейчас рассказываю Даже сама переживаю за себя Стороны Что бедная эта девочка на ковре пережила Я подошла к Ирин Сану Ирин Сану просто вот так Показала, чтобы я не подходила Все от меня как будто бы отказались Я ходила, собрала свои вещи Пошла в номер Не знаю, что делать Ну то есть все У меня шанса даже потренироваться нет И я, короче, спускаюсь вниз Получается на ужин И мой тренер сидит И она такая Иди сюда Я такая Подхожу к ней Она такая, что страшно? Я такая, нет Она говорит, что с тобой было? Я говорю, я даже не могу Объяснить вам Она говорит, ну и что Не парься Ты уже попала? Уже можешь не париться Уже как выступишь, так и выступишь Иди поешь Иди, я тебе разрешаю булочку съесть Иди булочку съешь И даже вообще не заморачивайся Уже заявку никто поменять не сможет Ну да Ты уже точно выступишь Ну и все И мне как-то так спокойно стало И все Я на следующий день вышла Так еще и первая была Я вообще там Ооо, она молодец Ну в общем вот так вот Скажи, пожалуйста, как ты получилось Узнала, что ты выступаешь от Наташи Лепковской Администратор сборной Нет, ну потом Ирина Сана, конечно Потом Ирина Санна меня подозвала Да, конечно В номер я пришла В номер книг вышла Да, к Ирина Сане Она такая Ну что, мама моя звонила мне Я такая Он говорит, тебя брать сказала Что Он говорит, звоню маме И говорю, типа Мама, не знаю, что делать Кого брать Сашу брать Или Дашу Она говорит Ира, не знаю, ничего Передо мной сидит император Маленькая собачка Ирина Саны Она говорит, Ирочка, ничего не знаю, вот сижу и говорю, Саша Меркулова, она молчит Говорю, Даша Дмитриева, она лает, так что сама принимай решение, я тебе все сказала Она такая, ну все, и звездочка, конечно же Звездочка тоже помогла Да, звездочка тоже, Бог сказал, звездочка Но все секреты звездочки мы не будем рассказывать То есть ты после того, как вернулась в Москву, поблагодарила императора? Конечно, да, у нас была с ним личная встреча, мы посидели, я его лакомствами накормила В общем, обсудили весь тренировочный процесс Призовые, да? Поделили призовые Император знал Да И расскажи, как там на Олимпийских играх было? Ты знаешь, на самом деле, это первые соревнования и единственные соревнования, которые я действительно волновалась выходить Во-первых, после такого опробования, кто не будет волноваться Тем более само понимание, сознание, что это Олимпийские игры, да, Даша, ну как бы, как такое вообще могло произойти Ну как бы, очень волнительно был еще этот мяч И я стою, и как начали все кричать, хлопать, и я уже начинаю выходить, и я понимаю, что обратного пути нет Я уже иду, и то есть я по ходу уже перебарываю в себе Это я первый раз испытала такое сильное, ну, волнение на ковре До этого я никогда не боялась выступать, вообще не боялась ни разу Мне было даже весело, прикольно, я обожала соревнования Я ненавидела тренироваться, но обожала выступать То есть вот первый вид было волнительно, то есть я шла, я прям психологически себя настраивала Но помогла техника, которая уже наложена Да, я прям психологически себя очень держала в здравом уме, так скажем То есть все, чтобы было под контролем, я не давала себе расслабиться, да, то есть четко я делала все одно за другим Как говорил тренер, я уже не думала там о каких-то эмоциях, о каких-то улыбках Все, мне надо было четко вот так вот сделать, то есть первый раз такое было Орен Сана выводила? Нет, тренер мой выводила, да Там только может один тренер выводить По правилам фишки Тренер на алимпийских играх по-другому себя ведет? Потому что мне кажется, тренеры тоже очень волнительны к этому Ты знаешь, у меня вот Ольга Владимировна, она просто гениальный тренер То, как она меня чувствовала, мне кажется, сколько раз мне пытались поменять тренеры, да, там Ирина Санна В общем, были случаи такие разные, что я не слушалась Ольгу Владимировну, Ирина Санна выгоняла Ольгу Владимировну Говорила, выбирай любого тренера Я обижалась за это Ольгу Владимировну, говорю, я не могла, то есть я очень преданная в этом плане Для меня вот один тренер и на всю жизнь, то есть Ольга Владимировна на меня с самого детства привела С ней я и закончила, то есть для меня это очень важно, я очень преданный человек, в принципе, по жизни И поэтому я даже представить не могла, что я могу вот так вот предать, да Для меня это как предательство, уйти от одного тренера, ну как бы к другому Мне кажется, что для меня это был бы точно провальный номер Поэтому Ольга Владимировна, она все переживания, наверное, взяла на себя И она меня настраивала в том плане, что она давала мне понять, что беспокоиться и переживать нечего Уже бояться нечего Она говорит, Даш, ты уже в любом случае выйдешь на площадку, просто максимально расслабься и получу удовольствие Без вариантов, да Да, то есть переживать Олимпиады, загружать себе эту голову, ни к чему было После того, как ты поняла, что ты попала на Олимпийские игры, был ли момент помечтать о медали? Скажем так, что до этого были Олимпийские игры, где вторая русская гимнастка, выступающая от России Оля Капранова, к сожалению, не попала на пьедестал Это злосчастная булава Это все было трагедия Да, была трагедия для всех, потому что Оля была тоже таким лидером Очень крепкой гимнасткой, думала, серебро-то уж точно, но потом бронзой И Оля не на пьедестале, и прям, я помню эти моменты, это было очень страшно, обидно даже Вспоминала это или нет? Или не думала? Нет, я об этом не думала, но, кстати, вот сейчас задумалась о том, что, получается, Оля булаву потеряла Я булаву потеряла, и Янка Кудрявцева тоже булаву потеряла, то есть уже три Олимпиады подряд, да, это булава Надо булавы, девчонки, тренировать как следует Вот, поэтому нет, я об этом не думала, но я прекрасно отдавала отчет тому, что если я допущу ошибку, что, естественно, и судьи, и гимнастки этим воспользуются Это нормально, это соревнование, да, и будут пытаться, во-первых, сами выступить лучше, во-вторых, меня по оценкам, скорее всего, захотят придержать Поэтому, ну, якобы себя на это настраивала, я была к этому готова, поэтому после ошибки я максимально хладнокровно настроилась Я была уверена, что я многоборья точно не допущу, не подведу, не подведу никого и не допущу ошибки Поэтому я хладнокровно настроилась на финал и более-менее нормально выступила Ну, на самом деле не так, как я могу, но я старалась Тебя уже много раз спрашивали про твой фирменный жест Ну, мы не будем исключения, расскажи Рассказываю В общем, когда мы тренировались в Иркутске, у нас там своя была банда, понятно, там девчонки, все тренировались, все тусовались, общались между собой Всем иркутским девчонкам привет Вот, и, в общем, была одна девочка, очень хорошо дружили Вот ее папа очень болел, очень переживал, что попаду я на Олимпиаду, не попаду И все уже, когда руки опустили, все сказали, что, ну, уже Даша, ладно, там, смирись, да, ты никуда не поедешь Он сказал, Дашка, ты поедешь сто процентов Я говорю, да, Эдик, я точно не поеду Он говорит, вот ты поедешь, вспомнишь мои слова и обязательно мне вот такой вот знак покажи И представляешь, именно в последний день, вот сколько там, я не знаю, прошло полгода, наверное, да, то есть до Олимпиады До Олимпиады мы никак не общались, да, и никто мне не напоминал И, то есть, я такая сижу, и я вспоминаю, что он мне сказал Кисан Прайс Да, и все Такой знаменитый, все думали, кому же это ты послала такой знак Все еще думали, что я, типа, показываю то, что я, типа, все равно попала на Олимпиаду, что, ну, утерла, типа, нос Но это сплетние интриги, расследование мира художественной гимнастики Не верьте И верьте Верьте слухам Женя Канаева первое место, Даша Дмитриева второе место Тогда был, наверное, триумф сибирской художественной гимнастики О, кстати, точно, да, я об этом не думала Мне кажется Теперь задумалась Спустя 8 лет А потом был триумф московской художественной гимнастики, Рита и Яна Да, точно У наших партнеров «Артблеск» тоже есть новинки И о них уже мы можем рассказать Это сумасшедшие красивые картины Заинтриговала? Значит, вам в магазин «Артблеск» А адреса посмотрите на сайте Когда уже был почти решен вопрос участия твоих на Олимпийских игр, ты хотела поехать потусоваться Да Чувствую, Ирина Сан это предчувствовала И после Олимпийских игр устроила вам роскошный отдых Да, это радовало Расскажи, как это было, потому что писали все газеты, девочки гимнастки мечтали Это была фантастика Нет, это было действительно очень круто Ты представляешь, да, две яхты Одна яхта Ирина Санна и другая яхта Алишера Бурхановича, на которой мы плыли Он специально не хотел, чтобы мы пересекались с Ирина Санной Чтобы мы морально нормально отдохнули, могли расслабиться И вот мы ездили в Монако Он нам еще дал кругленькую сумму, которую мы тратили на вещи, сумки, туфли, шубы Кто что хотел, тот себе то и покупал Были все девчонки сборной? Да, все, кто участвовал на Олимпиаде Какие яркие еще впечатления, кроме сумок Больше никаких Фотки в инстаграме Да нет, конечно, мы жили на виллах Мы причем разделились Мы с Женькой, еще не помню кто конкретно Еще кто-то из личниц Мы жили на одной вилле Другие девчонки групповички на другой вилле Мы даже один раз в клуб ходили Я сейчас вспомнила Да, мы ездили там с охранниками Короче, в клуб Стол у нас стояли охранники Нас охраняли Мы там танцевали Представляете, даже до сих пор фотки где-то есть Ужас тут там Смотреть, конечно В общем, на самом деле наш отдых закончился просто фантастически Мы отдохнули, мы катались на этих скутерах На всяких плюшках На бананах На одной яхте На другой яхте В общем, это просто было Самое лучшее, что могло быть в моей жизни Отдых в смысле Не самое лучшее Да, тогда девочки, наверное, все гимнастки такие Олимпийские медали это классно, но вот эта атмосфера и со сборной вместе Это, конечно, была сумасшедшая история Огромное спасибо Ирине Сане, огромное спасибо Алишеру за такую возможность, за такой отдых Он остался, к сожалению, позади И после этого отдыха ты почему-то не решила со всеми сумками пойти отдыхать дальше А вернулась в Новогорск и продолжила тренироваться, зачем? Да, так получилось, что я приехала в Иркутск И моя мама настоятельная и убедительно меня упрашивала, чтобы я не заканчивала гимнастику По сути, это было и логично, я молодая Пришло мое практически время Я полна сил на пике формы Тренируйся и тренируйся до следующей Олимпиады, чтобы ее выиграть Но, честно, у меня не было ни сил Ты же сама вроде бы хотела закончить Олимпийских игр Да, но у меня мама категорически наотрез отказывалась это понимать, принимать В этом были сложности, мы очень сильно ругались Я очень плакала, у меня даже была депрессия И даже уже Ольга Владимировна как бы говорила с моей мамой Ну пусть, ну Даша уже, чем она будет заниматься Ну, то есть, было какое-то непонимание, чем я буду заниматься дальше Как я буду зарабатывать деньги Что все, сейчас вот такая карьера, да, у меня только началась А я все это коту под хвост, что все старания, все труды, короче, что я на них положила И как бы плевать я на всех хотела, да И решила в свободное плавание пойти, что... ну... В общем, я тоже могу понять, но... ну, короче, не знаю Услышала ты маму и осталась в гимнастике? Ну, не то, чтобы я услышала, я себя заставляла, то есть, я себя заставляла ездить уже У меня было в немоготу, если честно, я даже уже сама хотела, чтобы у меня что-то произошло со мной Чтобы закончить спорт Пожалуйста То есть, до такой степени, да И тут как раз таки мы едем на коммерческие показательные выступления с Ольгой Владимировной Я ломаю там ногу, потому что там помост отличался от нашего помоста Для спортивной гимнастики Да Ломаюсь и получаю серьезную травму Меня хотят сразу ложить... я прилетаю в Иркутск, меня сразу хотят ложить под нож Я такая, нет, нет, но тут я знакомлюсь со своим будущим мужем Конечно, там любовь, цветы Все, я там такая вся счастливая, радостная Какая гимнастика, тем более не хочу А он еще так переживал, он говорит, все, ты что гонишь, какой Иркутск, там какую операцию ты собралась делать Быстро, типа прилетай, давай в Москву, я тебя в Германию отправляю Он меня отправил в Германию, я прилетела в Германию, обследовалась Меня вводили в сустав вещество, которое помогает срастись, косточки срастаются У меня ничего не срослось У меня пошло раздробление кости Сказали, что это пойдет сейчас в кровь Очень опасно для жизни, я хромаю Елена Александровна мне звонит, говорит, делай операцию срочно Я уже нахожусь в Германии, меня уже хотят ложить Потом она перезванивает, она говорит, нет, Даша, не делай операцию Возвращайся в Москву, езжай в Тверь Там есть бабушка Костоправ, она все вправит Я, в общем, с перебинтованной ногой Она мне дает машину с водителем, я еду туда, в Тверь Там мне бабушка Костоправ В общем, я не знаю, я в такие вещи не сильно верю, что можно руками срастить кость Поэтому мне прописали мумие, забинтовали ножку, я вернулась в Москву В общем, что я делаю, мои действия какие Я две недели, мне нельзя ходить Я две недели лежу у своего будущего мужа Лежу вся в любви, в цветах Тут просто такой момент, что одно дело, если бы я лежала в Новогорске при Ринсане Это как бы одно дело У нас не положено так Мы всегда должны либо в Новогорске, либо езжай к себе в свой город и там восстанавливайся А я поверила в себя, вся такая классная звезда Решила, что мне можно жить с парнем Ну и все, я без предупреждения жила с Сашей И, получается, я когда приехала через две недели в Новогорск с перебинтованной ногой Ринсана мне позвонила и такая говорит Ах ты засранка Ты где две недели шлялась Ты сто процентов ничего не делала Ну, короче, не делала, меня не послушала Ну, ты где шлялась, короче, две недели там матом, короче, как следует меня, да? Ах ты там, всякая классная девчонка моя любимая В общем, я сделала все для спасения твоей ноги Теперь дальше справляйся сама Ну, я тут же, мне тут же покупают билет на самолет Я тут же лечу в Германию, тут же ложусь под нож Мне делают операцию То есть я с гипсом У меня было восстановление довольно-таки долгое То есть я месяц ходила с гипсом И еще месяц в специальном сапоге Ну, и после этого меня вся, как меня только не уговаривали То есть у меня уже и Саша уговаривал, и тренер Ну, тренер, единственное, что она всегда была на моей стороне То есть она говорит, Даша, я в Новогорск сама не хочу Если ты приняла решение заканчивать, все заканчиваем Да, то есть уже и Ольга Владимировна устала То есть ей тоже хочется и с детьми, и с внуками побыть Конечно И только мама настоятельно мне Возвращайся, возвращайся Но я прям закрылась в квартире Я вот так закрылась, как вот так забитый котенок Так сидела в квартире Говорю, я никуда не выйду отсюда И уже Саша подсаживался Даш, ну может быть все-таки ты вернешься Ну сейчас вот прям пик твоей формы Ну как? Я говорю, какой пик формы? Говорю, ты гонишь? Говорю, сижу с этим сапогом на ноге В общем все, все приняли мою сторону Мама тяжело это пережила, конечно Мама очень тяжело переживала Мы долго не общались с ней Я закончила, я так и осталась в Москве жить Я даже не поехала в Иркутск вещи собирать Я осталась в Москве И мы с мамой, я не знаю, наверное, год Мы год не общались практически То есть мы только так созванивались иногда Да, то есть очень это было для нее Как, ну, короче, прямым текстом Да, как я насрала на все ее труды То есть потому что я выросла не из легкой семьи Из нелегких условий То есть все это таким страшным трудом То есть все это настолько было так тяжело И что я вот так вот легко решила раз и закончить Ну, блин, я правда, меня тоже можно понять Не могла я уже, не хотела При этом у тебя сумасшедшая связь с мамой Да И как в этот год Что потом поспособствовало, что вы начали общаться? Мама заболела Мама заболела Да, мне кажется, я не смогу говорить об этом Не надо Как раз твои теплые взаимоотношения и с мамой, и новую Дашу Дмитриеву Не ту, которая на картинках, в журналах Такую красавицу гламурную Мы узнали из твоего таких повесть Трудный ребенок из инстаграма Да Расскажи откуда И как тебе хватило смелости это рассказать Потому что это, можешь сказать, ты из рамок таких вышедших Потому что в инстаграме краса... Такая девчонка классная Вы знаете, это как раз первый мой пост был Трудный ребенок Это когда у меня был день рождения И у меня почему-то перед каждым днем рождения Я не знаю, как у всех У меня очень огромный поток мыслей в голове То есть настолько он огромный, что я не могу справиться с ним То есть я не могу спать, я мучаюсь И я просто тупо беру вот так телефон И я начну... У меня в заметках, я не знаю, больше тысячи, наверное, записей То есть я редко что могу что-то выставить, ну, как бы на показ, да Потому что, я не знаю, не все люди могут адекватно в наше время воспринимать информацию Поэтому я начинаю писать И я почему-то подумала, что почему бы людям не познакомиться как раз с той Дашей, которая есть на самом деле То есть это все такие, думаю, Даша такая гламурная такая, все классная, ходит, все такая крутая Муж у него, значит, бывший хоккеист, все при деньгах И у меня настолько это устало, что люди... Действующий хоккеист А? Действующий хоккеист А я сказала, не действующий? Бывший хоккеист Я сказала, мой муж бывший, нет? Нет, мой муж бывший хоккеист Я просто сказала, мой муж бывший, я сказала Короче... Бывший В общем Извините Да Короче Вот какая-то определенная картинка обо мне такая создается И я решила рискнуть Причем я этого как бы не стыжусь и даже наоборот горжусь своим нелегким детством И я им очень благодарна, потому что на самом деле мы все в равных условиях находимся Только у кого-то там в детстве какие-то проблемы, да, у кого-то потом с детьми проблемы, у кого-то там с мужьями, с родителями То есть у всех разные проблемы, но в принципе мы все находимся в одинаковых абсолютно условиях в этом мире Поэтому я решила поделиться своей историей, жизнью Потому что это имеет место быть, почему бы нет Для многих девчонок, особенно из регионов, это было таким настоящим свежим воздухом Потому что не такая красивая история, как Ирина Александровна заметила меня из тысячи, поцеловала в лоб И я пришла в Новогорск и стала ее любовью И сразу стала чемпионкой жевательной Расскажи, как трудный ребенок Из Иркутска Остался таким же трудным Но превратился при этом во внешне очень красивую и уже известную гимнастку Да, я думаю, что здесь нет никаких секретов Это только огромный труд И причем я думаю, что как раз таки, когда у тебя нет возможностей У тебя больше появляется потенциал тренироваться, трудиться Потому что сзади тебя ничего не держит То есть ты оглядываешься назад И ты смотришь, что жизнь, которая находится сзади Тебе не хочется оттуда вернуться? Конечно, это огромная мотивация Чтобы двигаться вперед Даже когда ты не хочешь уже тренироваться У меня бывают такие моменты, что все, я хочу закончить Если другие дети, у которых есть возможность учиться, одеваться нормально То есть они все равно знают, что им родители какую-то почву под ногами дадут А ты сидишь вот так на этом ковре и понимаешь, что кроме тебя, если ты жопу там не поднимешь И не заработаешь эти деньги Квартиру платить завтра некому То есть я иду на тренировку, у меня мама говорит Даша, платить завтра нечем платить за квартиру А я сижу и говорю, я не хочу тренироваться Она говорит, ну хорошо Иди тогда попрошайничай Давай пойдем вместе попрошайничать, жопу морозить Она говорит, денег нету Ну и все Я реально в основном чаще всего тренировалась Только из-за того, чтобы достичь какого-то результата и зарабатывать деньги Потому что, в принципе, Ольга Владимировна этим и мотивировала Она и рассказывала, и показывала Посмотри, вот эта девочка, вот как она выросла, какие у нее купальники А какую она зарплату получает То есть в этом плане мне Ольга Владимировна все четко показала, рассказала То есть я знала, на что я иду и чего я могу добиться То есть она нашла к тебе такой ключик, который у каждого ребенка, за что это можно вытащить Кому-то просто за похвалу то, что его погладят по голове Кто-то хочет известность Она понимала, что ты из не такой простой семьи, если говорить И нашла в тебе этот крюк, который смог тебя мотивировать работать Я говорю, у меня гениальный тренер Расскажи, пожалуйста, ты уже обмолвилась И я читала, что она пишет книгу Да, Ольга Владимировна пишет книгу Она должна уже скоро выйти Я думаю, что это будет потрясающая книга и обо мне, и о Оксане Костиной, и об Ирин Сане, и вообще о жизни, о ее жизни, о ее детях То есть такая очень... тем более такого великого человека, я думаю, что надо будет обязательно все почитать Следите в инстаграме Правильно, здорово Да, потому что таких книг нету К сожалению, тренера не успевают писать И, слава богу, что... Да Может быть, ты закончила, что появилось время Вот именно Как раз таки так и... в принципе, это так и произошло Что я закончила ее, и Ольга Владимировна появилось время Вот так поделиться своей историей жизни Расскажи, пожалуйста Это, ну, всегда это очень большой отклик Как девочки попадают в Новогорск? Пройдя определенные соревнования То есть ты сначала должен выиграть соревнования в своем городе Потом округ, потом там Сибирский федеральный округ Потом ты выходишь на чемпионаты России Потом, ну, сначала, первенство России Потом чемпионат России И там ты должен пойти в восьмерку Там в десятку Я сейчас не знаю В разной зависимости сколько Да И то есть там уже Посмотрят То есть у тебя не было волшебства, что у тебя волшебные палочки Нет, нет, конечно нет И это, причем я помню даже этот момент Это был отбор перед чемпионатом Европы Вот среди юниоров Да Мне было, сколько это, 13 лет был Чемпионат России И там в каждом виде А так как у нас могла выступать одна гимнастка с одним видом То есть могли выступать четыре гимнастки И с каждым видом первые восемь гимнасток Попадали в финал И так получилось, я не знаю, каким-то действительно чудом Что я попала в один вид в мяч В финал И все остальные нет То есть для меня это был просто такой фурор Что я заняла восьмое место Но я очень расстроилась, кстати Потому что все девочки отдыхали А мне надо было на следующий день Выступать с одним видом Потом еще ждать, когда эти два вида сделают Потом я чтобы сделала Вот И мало того Я еще с этим мячом Мало того, что я восьмая попала Я еще умудрилась занять третье место в финалах Потому что все завалили его Представляете? И я вот так стою на этом пьедестале Вот с такими шарами Думаю, это я Это я стою здесь Да ну Короче, я так порадовалась Ирина Александровна сказала, что все, кто в финале заняли первые три места в каждом виде Всех в Новогорск И я такая, блин И причем сразу же с чемпионата России надо было поехать в Новогорск И я так плакала, что я не поеду домой Что я одна поеду в Новогорск с тренером Вот так и началась моя новогорская жизнь, собственно говоря И это был путь к первой громкой медали Да К первой стой Европы С Лентой ты выступала Да Другие, первенцы Европы Я думал, первенство Что за первенство? Такое слово странное, первенство Европы Чемпионат, будешь на чемпионат первенства? Я думаю, какое первенство Юниорское первенство Причем все, у меня это все быстро начало развиваться Пошел чемпионат Европы Потом я сразу же попала на чемпионат мира Потом все кубки туда-сюда Короче, моя жизнь началась очень-очень быстро и интенсивно продвигалась Какая самая эмоциональная медаль была? Конечно, может быть слишком банально будет сказать Олимпийская Да, наверное, ну вот олимпийская Давайте опустим олимпийскую медаль Понятное дело, что Мне кажется, самая крутая это чемпионат Европы Наверное, первый по юниорам Да, конечно Это вообще-то первый раз, во-первых, такие серьезные соревнования Во-вторых, там ручкой все махали Мне объясняли, что надо ручкой махать Я-то не знала ничего Интервью, когда я сидела, давала интервью Я думаю, блин, это такие первые эмоции Это как первый ребенок рождается Ты больше... Со вторым уже все равно, ты уже испытал это материнство И ты тоже такая первая моя, как ребеночек мой Этикет гимнастический все как Да, да У тебя получается двухкратная Вы в команде и в индивидуальной наследии Команда была Диана Боцуева Диана Боцева, Янка Луконина была И Дашка Андронова Каждый делал по одному виду Да Ты была очень эмоциональной гимнасткой Иногда ты сейчас пишешь посты и говоришь ей Вот сейчас бы я выступила под эту музыку Да, ой, ты что Я иногда еду в машине Музыка включается Я серьезно говорю, если бы кто-нибудь со мной сидел бы рядом Я бы дала бы руль в руки И пошла бы танцевать Мне иногда так прям хочется Иногда дома выпендриваюсь Перед мужем танцую Говорит, ты достал уже, своими ногами машешь Сейчас свернешь себе шею Недовыступала? Не, не то, что недовыступала Я очень скучаю по зрителям Зрители это вообще... Мне прям снится часто, что я выступаю Как и все хлопают Мне как я улыбаюсь Мне кажется, ты в такой сумасшедшей форме Тонкая и звонкая, что можно спокойно на галоконцерте На гран-при точно выступать Да нет, ты что Мне кажется, я кости переломаю Но на самом деле То, что мышечный тонус спал У меня больше появилась амплитуда Амплитуда? Мы туда перевалились Я через спину не сломала Я это еще записала И все на камеру Короче, я хотела сначала поржать Выставить Потом не, не буду Может быть, выставим мы У меня еще такой хруст в спине был Потом, знаешь, как болело Ты представляешь, у меня И ноги сами упали вперед Первый раз в жизни скажу Боже, я ноги увидела Да Короче, было очень неприятное ощущение Потом ходила такая Думаю, зачем я это сделала? Просто не понимаю Какая из твоих постановок, которые ближе к тебе Может быть, это показательный номер Тогда у тебя в оранжевом платье Такой классный был Ну, показательный, да Я любила показать Ну, как У меня так, на самом деле, как-то и не сложилось В моей жизни Чтобы я выступила именно с тем номером показательным С которым я бы хотела Но я очень часто представляю Как бы я хотела выступить Многие элементы, движения Я прям в голове прокручиваю Я бы, наверное, смогла это только сейчас сделать Через какое-то Пройти их жизненный какой-то путь Да Что-то какие-то Эмоции Да, да, да И вот сейчас бы я... Сейчас бы какого показательного Даши Дмитровой Это было бы очень Очень душевное Очень прям душевное С актерским мастерством Не знаю Не могу не спросить про твои татуировки Есть ли что-то связанное с гимнастикой? Нет, ни с гимнастикой, ни с моими мужьями, ни даже с детьми Расскажи мне немножко Здесь изображены мифические животные Каждое животное это мой член семьи Вот, оно все завивается в цветах Здесь мой глаз Третье око Что я все вижу, все знаю Здесь пистолет, что я от жизни беру все и в полном объеме Здесь молитва Богородицы И на плече молитва тоже защитная Когда тебя тренера увидели с татуировками Ирина Александровна как-нибудь прокомментировала? Нет Как бы Ирина Александровна даже особо не видела Потому что, во-первых, все татуировки были набиты После Да, после У меня еще одна татуировка здесь на ребрах Главное, чтобы улыбалась мама Поэтому, когда я к ней, конечно, подхожу Я подхожу вот так вот Чтобы она не видела Мой тренер, естественно, она расстроилась Но она всегда меня поддерживает во всем То есть она мне сейчас, ну никак Она мне мама, я ее называю даже мамой Да, постоянно Она всегда со мной как бы на одной волне Она меня всегда поддерживает Она никогда не идет против То есть если я что-то делаю Она тихонечко мне умно очень Направляет Да Но как бы со мной вместе рядышком Естественно, когда я там где-то Прихожу в зал или на тренировку И когда там тренер Типа, Даша, ну зачем ты это сделала? Я не понимаю Но если я уже сделала Да, если это на моем теле имеет место быть Зачем вообще возникают такие вопросы Зачем мне захотела, сделала Да, если тебе не нравится Ну, хочешь говори, что не нравится Хочешь, делай что угодно Пожалуйста, чтобы я этого не видела Можно сделать, спасибо А дети на мастер-классах как реагируют? Детям, конечно, это интересно Они там рассматривают Один раз была даже такая история У нас были сборы в Хорватии И мы, значит, с Янкой Лукониной Как раз проводили И первая тренировка прошла Приходят девчонки на вторую тренировку И у всех наклейки Вот эти татуировки, знаете, переводные Все ноги, все руки Я на них вот так смотрю На меня все смотрят Я такая понимаю, что они С меня берут пример Я их всех подозвала Я сказала Девочки, пожалуйста На тренировку в подобающем виде Всем смыть, стереть, содрать Я говорю, делайте, что хотите Вырастите, будет вам столько лет, сколько мне Будете себе лепить, клеить хоть на лбу Один раз такая ситуация была конкретная 30 детей пришли полностью все Так вот в наклейках Даша Дмитриева строгая мама Я строгая мама И еще более строгий тренер Мне кажется Мне так кажется Я всегда справедлива Справедливая, строгая Поэтому дети меня неудобят Я часто задаю такой вопрос Хотела бы ли ты себе такую гимнастку, как Даша Дмитриева? Да Хотела бы, да Причем я, наверное, в девчонках, когда тренирую Я что-то, может быть, ищу похожее на себя Внутренне Потому что Все-таки я классная Тяжело, конечно, себя хвалить, расхваливать Но Я думаю, не думаю, я уверена, что я бы хотела такую гимнастку, как я Ты бы знала, как с ней работать Да, конечно, как минимум И как максимум с таким характером Точно можно добиться успеха Перейдем к нашему традиционному блицу Это короткий вопрос, короткие ответы Давай Он не интеллектуальный, не переживай Ладно, я не напрягаюсь Янка такая Только, пожалуйста, не интеллектуальный Нет, можно интеллектуальный Ого, это вызов Шучу Ладно, лучше не надо Художественная гимнастика, одним словом Красота Если один предмет, то какой? Мяч Если дочь будет гимнасткой? Да Если мальчики? Нет Нет Я хотела спросить, какой вид спорта Но ладно, не успела Пожалуйста Фраза от твоего первого, единственного, основного, личного тренера Ольги Владимировны, которая тебе западает душа И фраза, конечно, от Ирин Саны, которая вспоминается, ассоциируется именно с Ириной Александровной С Ирин Санной С горячим сердцем и с холодным умом Всегда делать наступать Это, мне кажется, все фразы запомнили А с Ольгой Владимировной Когда Тут просто такой момент, прям фразой не отделаешься Но это очень мне даже по жизни У меня даже девчонки говорят Девчонки по жизни говорят Даш, как? У тебя что-то в жизни плохое происходит И ты потом так спокойно, раз, вот так Переключаешься и улыбаешься То есть тебе весело, смешно Почему так происходит? Потому что мне Ольга Владимировна очень хорошую такую вещь сказала По жизни Когда ты допустила ошибку Ты себя сама программируй на то, что Все, во-первых, это прошло И это уже не вернуть Это уже позади Об этом переживать, нервничать, беспокоиться Смысла нет Она говорит, пойми, бессмысленно Это уже прошло Она говорит, живи настоящим и делай дальше То есть это было в упражнении Когда я совершала потерю Я тут же максимально Все, раз, прокрутила в голове Все, потеря уже совершена Я уже ничего не справлю Делаем дальше То есть это даже по жизни Такое качество мне передалось Что-то происходит Я могу даже в аварию попасть То есть там ноги переживают А Даша как-то Я такая выхожу Все нормально Ну и что? Это уже произошло Машина побилась То есть вот такой момент интересный Мне кажется, логично перейти К нашим традиционным также пожеланиям Это будет классное пожелание для гимнасток Потому что Как тренер могу сказать, что это очень здорово Если гимнастка быстро забывает свои потери Да, это точно На эту камеру Пожелания нашим зрителям Можешь их разделить по категориям Родители Гимнастки, тренеры Просто любители И муж Муж, я люблю тебя В общем, дорогие друзья Будьте по-настоящему счастливы Наслаждайтесь каждым днем И любите себя и своих близких Даш, спасибо тебе за Местами даже очень откровенный разговор Очень душевный Мне кажется, поистину добрый Спасибо, что нашла время В своем материнстве поговорить с нами о гимнастике Спасибо большое за приглашение Была рада видеть и поговорить с тобой Все, я начинаю волноваться Сейчас я уже сейчас выйду отсюда Все, начинаем Уже 5 минут Здравствуй, дорогая Азиза Как у тебя? Поговорим о гимнастике Очень рада здесь присутствовать Тебя видеть Вновь Блин, какой у нее сексуальный голос Саша, тебе нравится? А ты так хотел сказать, да? Сейчас мы хотели... Семь! Господи, прости! Дай нам силу, пожалуйста! Начать эту программу Нет, я не могу Я сейчас заплачу Успокойте ее, пожалуйста Мы еще не начали А Даша уже плачет Мне кажется, надо тебе монтаж сделать Ты всегда так смеешься? Ты всегда так смеешься? Да Это проблема Спасибо Даша, привет Привет, дорогая Она ушла Все нормально Нормально, садись еще раз Давай Не переживай, сейчас начнем Даша, привет Привет, дорогая Уже 8 лет прошло С твоего завоевания серебро-олимпийских игр в Лондоне Скажи, пожалуйста, помнишь тот 2012 год? У меня каждый хлоп Каждый раз Хлоп Нет, я не могу разговаривать Все отлично Все отлично Все отлично Представь, что у нас нет Зачем я согласилась на это? Я просто сейчас земляю на это Все отлично Редактор субтитров